Нам уже пошло на пользу то, что наш президент Владимир Владимирович Путин и наша страна сегодня для всего мира является образцом, что такое президент, каким должен быть президент. И, к сожалению, за эти несколько лет многие руководители многих стран показали, что они забыли, что такое ответственность. Вот пример того, как россиянам все равно на своих граждан. Дедушка-погорелец живет в бытовке собачьего приюта в Иваново. Поскольку у него больше нет никакой недвижимости. У 65-летнего жителя Иваново Вячеслава Петровича сгорел дом. Дедушка и его верный пес Заур какое-то время ютились посреди обгоревших руин, грелись, прижавшись друг к другу. Родных у дедушки не осталось, а друзья бросили. У пожилого мужчины нет средств к существованию из-за нехватки трудового стажа. Пенсию ему дадут лишь в 2029 году. У них сорокового размера, так только зимой в них нельзя ходить. Это вот мои. Постельные ему. А потом еще, если надо будет, там еще постельные соберем еще. Полотенчик, Слава, тут себе чистые все. Тут сапожки вот такие все, тут что смогли пока. Потому что как-то так неожиданно. Они. Да мне не молодец. Не жестко, а мягкие. Только знаешь что, курить-то уж выходи на улицу, а то не дай бог там в матрасах еще закурят. Ну, купили вам продукты. Спасибо, ребята. Хабаб, бог здоровья. Будете кушать. Как вам такое? В жилом доме в Каспийске установили кухню прямо на этаже. Выйти из грузового лифта теперь просто нельзя. Жители многоэтажки очень удивились, когда заметили настоящую кухню в общем холле. Шкафчики, раковина, холодильник. Все было на месте. Не хватало только повара. Мурат, это Кулиничево, один четвертый подъезд, второй этаж. К маленькому лифту доступ есть, сейчас я его делаю. А второй подъезд, второй грузовой лифт, грузопассажирский, вот так вот кухню закрыли. Вот оттуда я буду заходить, ремонт делать получается. Если свет отключат, что-то будет на первом этаже, люди застрянут. Второй этаж самый нужный. Вот такая суета здесь. Установку кухни на этаже взяла на себя хозяйка салона красоты, расположенного в этом доме. По словам женщины, она съезжала с квартиры и не знала, куда жидеть старую кухню. Решила установить ее рядом с рабочим местом. Женщине выписали предписание об устранении нарушений. А вот в Подмосковье сгорел еще один китайский автомобиль. Новейший кроссовер с гибридным двигателем. Водители пассажира едва успели выбраться из адского костра, который разгорелся за считанные секунды. Пострадавшим сильно повезло, что пожар возник на обочине, а не в левом ряду трассы, откуда выбраться было бы совсем непросто. Повезло и в том, что в горящие авто никто не въехал. У машины предварительно замкнуло двигатель. Однако такое объяснение весьма условно, хотя бы потому, что мотор в гибридном кроссовере Черри не один, а их там целых три. Один обычный, бензиновый, и два электрических. Вот такая вот подстава от китайских друзей. Севастопольцам так называемая местная власть выделила 109 миллионов, чтобы отремонтировать дом, который был поврежден при взрыве. Но деньги разворовали еще до того, как начался ремонт. 6 февраля произошел взрыв. Пострадал вот целый подъезд. И наша квартира шестая тоже, потому что у нас одна стена смежная. Тогда был Евгений Горлов. Он нам обещал, что к Новому году все будет уже нормально, и люди въедут в свои квартиры. Говорили, что начнут в июне, уже даже ремонт. Потом говорили, что начнут в октябре. А теперь уже вообще ничего не говорят нам. С этим ничего не делали, только вот выбросили камни из окна, приезжали машины. Обращались в прокуратуру, обращались в общественные организации, ходили в приемные. Обращались к Горлову, обращались к Развожаеву. Была с ним встреча. Он просил представителя, который там был с ним на встрече. Успокойте людей. На ремонт выделено было 109 миллионов. Но мы хотели бы, чтобы мы, конечно, побыстрее приехали в свои квартиры. А говорят, своих не бросаем. А, ну да, никто ж не говорил, что не кидаем. Поэтому оккупационной власти просто все равно на людей. Спишут это на то, что деньги сейчас нужнее на войне, а вы потерпите. Товарищ Верховный, главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации, под вашим руководством проводится тренировка по управлению вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. Порядок проведения тренировки доложит начальник генерального штаба генерал армии Герасимов Валерий Васильевич. Товарищ Верховный, главнокомандующий, к тренировке привлекаются ракетная подводная лодка стратегического назначения Тихоокеанского флота, подвижный грунтовый ракетный комплекс ракетных войск стратегического назначения ЯРС, ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота, Два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС. Боевая тревога. Ракетная атака. Ракетная атака. Ракетная атака. Боевой КОС 320. Есть БП-26. Есть БП-25. До старта 10. 9. 8. 3. 2. 1. 0. Есть старт ракеты. Есть старт ракеты по ракетной шахте номер 8. Дорогие мои товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная отряда продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Вот вам, кстати, ограбление на 25 пачек сливочного масла. Именно столько унесли из московской пятерочки двое русских парней. Те зашли в продуктовый, походили по рядам, а затем один из них начал складывать масло себе в рюкзак, прямо под камерой. Воров, естественно, спалили. Сотрудница попыталась остановить их, но отдавать масло без боя те не желали. Полиция уже задержала двоих подозреваемых. Им 29 и 25 лет. Награбители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». И за 25 пачек масло им грозит до 10 лет лишения свободы. А я напомню, что за год цена на масло в России выросла более чем на 20%. Если в январе средние розничные цены были на уровне 876 деревянных за килограмм, то в сентябре уже 1021. Беспилотники нанесли удар по спиртзаводу в селе Красное Воронежской области страны-агрессора РФ. Не видно его. Вот он, вот он, вот он, вижу, вижу. Согласно сообщениям и видеозаписям инцидента, которые публиковали местные жители, около спиртзавода взорвались по меньшей мере два беспилотника. Посмотри, как спиртзавод горит. Просто взрыв. А позднее стало известно, что еще одно предприятие, такой же специализацией, тоже горит после атаки БПЛА. В то же время губернатор области Александр Гусев сообщил, что российское ПВО якобы сбило 10 БПЛА, но в результате падения обломков было повреждено предприятие. Российские паблики сообщали, что известно о по меньшей мере одном пострадавшем. Однако, кроме спиртзавода, в области мощно горел еще и рынок на площади 800 квадратных метров. На месте работало 47 пожарных и 14 единиц техники сообщили в МЧС России. По предварительным данным пострадавших нет. Продолжение следует... А вот последствия работы российского ППО в Белгороде. Там в результате поврежден многоэтажный дом. Предварительно пострадавших тоже нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Известно, что на шести этажах выбило окна, обожгло фасад и балконы. И вот, вместо того, чтобы проводить фестивали, поэтические вечера, наслаждаться жизнью и наконец-то выйти с протестом к Путину, чтобы тот закончил свою кровожадную войну, они идут обучаться пользоваться детекторами ВПЛА, устройствами, которые позволят заблаговременно определить приближение беспилотника и принять меры. В нашем районе вообще связи нет, бывает вообще нет никакой. И по рации мы оповещаем. Дома, не дома, полетело, прилетело. Выходим, смотрим, где очаги есть возгорания, где нет возгорания. И бежим на помощь. Это радиостанция. Для чего? Мы раздаем их среди старших, а вы как по передаче друг другу. Порядок пользования. Включили. Далее, значит, с правой стороны, вот здесь тангетка вот эта маленькая, да? Вот кнопочка вот эта. Нажали, выждали вот эти две секунды, она выходит на рабочий режим. В чем проблема ВПЛА дронов? Он очень тихий, он очень маленький, его сложно заметить. И он подло атакует прямо в спину. Жители создают группы и сообщают друг другу, тем самым помогая передвижение. Без анализаторов эта система не до конца работала, потому что анализаторы были в единице, так как они, еще раз говорю, дорогие. А сейчас, когда мы приобретели... Крутилочка сверху, да? Вот. И все, он выходит в режим поиска. Значит, здесь будет отображаться FPV, например, будет надпись, да? И мощность сигнала будет градироваться в цифрах. И опасность, когда это уже где-то 80 к 100, понятно, да? Это уже где-то совершенно рядом. Понимаем, надо уйти куда-то, чтобы он не был сверху видный. FPV, это понимаем, это оператор, который наблюдает происходящую картинку. Жители Астангзарей, где я работаю, они мне напоминают жителей Сталинграда, Ленинграда. Они также борются за свое сельское поселение. Все выходят, все тушат, там стараются помочь. Один человек спрашивает, да, чего вы не уезжаете? Ну, как я уеду? Это же мое родное. Как я могу бросить это все? Кто, если не мы? Если все уедут, мне кажется, это будет просто предательством по отношению к Зарям. А вот такая обстановка была в московском Пушкино. Там произошла массовая драка. Как стало известно от местного жителя, конфликт был связан с враждой двух микрорайонов, цитирую, наших и красноармейских. Там участвовало около 150 подростков вместе с детьми иммигрантов. Вот так потихоньку на Россию возвращаются двухтысячные. Кадыров не придумал ничего более адекватного, чем отдать приказ не брать пленных после ударов украинских беспилотников по Чечне. Розан Анатольевич, будет ли какая-то ответная, особая мера на тару? Обязательно. Чеченец своего всегда разрешает домой дом. Они нас укусили, мы уничтожим дом. Покажем в ближайшем, в будущем дом такое возмездие, что даже им не снилось. И мы с нами шутить не позволим. Я сегодня дал всем командирам, которые находятся на передовой, не брать плен, уничтожать и усилить борьбу еще более 100%, чтобы понимали, как чеченцы еще могут дополнить свои военные возможности. Конечно, организовать грамотную защиту республики силам ПВО, это Кадырова не под силу. Зато убивать безоружных пленников, что является военным преступлением, это как раз задача для кадыровцев. Тем временем кадыровский генерал Аптилу Динов признал, что российская армия грабит захваченные территории Украины и вывозит оттуда сельскохозяйственную технику. По его словам, он готов назвать даже конкретные подразделения ВСРФ, которые занимаются этим. Слышали ли вы о вывозе бойцами именно чеченского охвата сельхозтехники с освобожденных территорий? Я слышал о том, что вот эту технику вывозили все, кому не попадя. И выковылить оттуда у кого-то я не могу. А вот назвать огромное количество других подразделений, которые вывозили, могу, если кому-то надо. Да мы тоже в прошлом году видели, как ЛНРовцы, ДНРовцы со своих же вроде как территорий, но не освобожденных тоже вывозили. Это же не армаговцы? Ну, в общем. Ну, а в ответ зэдблогер Максим Калашников заявил, что так называемые власти ЛНР и ДНР также вывозили краденую сельхозтехнику с подконтрольных им территорий. Ну вот, наконец и открылись реальные цели так называемого СВО. Немного пограбить, как они говорят, братский народ. И вот, 2 декабря 1922 года депутат Журавлев призывал наносить удары по гражданским объектам Украины. 26 мая того же года Журавлев грозил Западу ядерным ударом. 3 мая 1923 года депутат Журавлев призывал ударить по бункеру, где сидит Зеленский. А теперь депутат Журавлев смеется над жителями Курской области, потому что украинские войска оттуда не получится выгнать даже до зимы. Они говорят так, ну там, конечно, русские продвигаются, ну там вот они продвигаются на этом фронте, но там у нас, значит, бандерлоги в Курской области. И судя по тому, какая погода, что-то не факт, что их уже оттуда до зимы-то выдавит. Ведь не выдавит, Алексей Александрович, скорее всего. Нет, конечно. Нет, конечно, сказали вы с усмешкой. И вот за что воевал, спрашивает оккупант из Шторм-Зет, помилованный Путиным, уголовник Андрей Лепин. Он записал обращение, в котором рассказал, что несмотря на тяжелое ранение, так и не получил обещанных трех миллионов рублей. Штурмовик пожаловался, что не получил ни удостоверения ветерана боевых действий, ни выплат, ни льгот. За что я воевал, да, я получил помилование, я очень горжусь, что я был на СВО, я ПТО от России. Но, тем не менее, почему так обманывал? Почему? В контракте было прописано 3 миллиона за ранение, льгот у меня никаких, выплат никаких. Устояние ветерана боевых действий мне не делают. Никто не хочет заниматься этим. Тут вот еще на России беспокоены тем, что продолжительность жизни людей увеличилась на 30-40 лет. И сегодня, когда в 55 лет женщина выходит на пенсию, то совершенно очевидно, что еще 30-40 лет она проживет не работая. И с этим надо что-то делать. Это вот озаботилась Малышева, выступая в Московской городской думе. В результате огромного количества научных достижений создания антибиотиков, вакцин, препаратов, снижающих холестерин и сердечного аспирина, продолжительность жизни людей увеличилась на 30-40 лет. И сегодня, когда в 55 лет женщина выходит на пенсию, совершенно очевидно, что еще 30-40 лет она проживет не работая, и с этим что-то надо делать. Сегодняшний круглый стол, который состоялся, он обсуждал проблемы этих людей. С моей точки зрения, две вещи надо сделать. Первое, немедленно продлить пенсионный возраст до 67, так как это сделано во всех цивилизованных странах. И второе, те люди, которые оказались на пенсии и жаждут найти работу, переобучиться, жаждут просто общаться. Их надо объединить в специальные клубы, потому что мировая экономика использует объединение пожилых людей в клубы дневного пребывания, для того, чтобы снизить обращаемость в медицинские учреждения и меньше тратить государственных денег, которые идут на лечение этих детей, этих людей. Оказалось, что общение людей старшего возраста снижает их обращаемость в медицинские учреждения. Поэтому во всех отношениях важно заседание этого круглого стола, и, конечно, важны те решения, которые будут приняты в Москве. А Москва сегодня возглавляет список лучших мест мира, и, конечно, это самый прогрессивный город нашей страны. И вот он уровень жизни врачей на России, когда им приходится после двух работ по специальности подрабатывать еще и курьерами. Зато четвертая экономика мира, и среди новой элиты яплоку негде упасть. Закончил я медицинскую академию, работал участковым терапевтом в поликлинике. Параллельно я работал в частной клинике. Мне все равно не хватало финансов, и я пошел на третью работу, и это была доставка. Я прихожу на смену, значит, там вот с таким рюкзаком, куда нужно класть, иду вот это. И я вот иду такой, да, я принял там с утра в поликлинике пациентов, этих бабушек. Потом, короче, я в частную клинику заехал, там какую-то работу выполнил. И в конечном итоге я приезжаю туда, я беру эту сумку, я захожу, и в очереди слышу дискуссию. Я слышу что-то такое клиническое, какие-то, короче, что-то обсуждают врачебное. Я вклиниваюсь в этот разговор, оказывается, что в очереди на получение вот этой вот, там, какой-то доставки, да, там, куда-то отвезти очередного заказа, стоят три врача. Помимо меня, которые... ...загадку, они обсуждают пациента, что он там что-то ему назначил не то, короче, и вот один другому что-то советуют. Я вклиниваюсь, даю тоже смысл. Коллеги, как бы... Вот уровень, да, жизни врачей России сейчас. Просто медицина в России. И вот зарплаты обычного заводского российского инженера хватит сегодня на 10-15 баночек молочной смеси для ребенка. А царь и его свиты хотят, чтобы было много детей. Его дилемма – родить одного и не платить за квартиру или не рожать вообще. Алексей, привет! Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Смотрите, детская смесь в сетках. Сколько она стоит? 3,294. И как при таких ценах вы хотите рожать детей? Вопрос. Санкт-Петербург, лента. 3,100, 4,900. И несмотря на то, что на России просто рушится экономика, отсутствуют инвестиции, массово закрываются предприятия, беднеет и сокращается население, ускоряется инфляция, Путин читает такие цифры, которые затмевают всех мировых экономических лидеров и выводят Россию уже даже на первое место. Несмотря на то, что динамика ВВП в третьем квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает, тем не менее, расти. По оценке Минэкономразвития за январь-август ВВП прибавил 4,2%. Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%. Что будет выше среднемировых темпов. Хороший, опережающий тон задает у нас промышленность, в том числе высокотехнологичная. За 8 месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5%. А машиностроение почти 20%. Такие показатели говорят о том, что предприятие загружено заказами. Напомню, что два месяца назад мы с вами рассмотрели вопрос потребительского кредитования. Договорились принять решение, чтобы ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан. А что касается корпоративного кредитования, то, несмотря на текущие, достаточно высокие процентные ставки в экономике, этот сегмент все-таки продолжает расти. Кадыровский генерал Аптиал Удинов не на шутку разошелся. Сначала тот заявил, что в России воюет только один Ахмат, а все остальные бегут и отступают. По ее словам, лишь благодаря Ахмат удалось остановить наступление Украины в Харьковской области под Бахмутом и под Курском. Когда все побежали из-под Красного лимана оттуда, отовсюду, единственное подразделение, которое не бросило ни одной своей позиции, удержало все свои позиции и остановило бегущих, это был спецназ Ахмат. Все об этом знают. В прошлом году, когда мы потеряли большую часть территории участка, зашли на участок Бахмута, под Бахмутом, встали там и не дали взять противнику Бахмут. Это спецназ Ахмат. В этом году, когда противник уже близок был к тому, чтобы зайти на территорию Белгородской области, попросили помощи, пришли, встали, взяли на себя самые тяжелые участки, это был спецназ Ахмат. В Курск зашел враг, пришли ни у кого ничего не спрашивая, никто нас сюда не отправлял, пришли, встали на самое тяжелое направление, остановили врага и сделали огромную работу по его уничтожению. Это спецназ Ахмат. Шах и мат неудачники. Если бы не Апти, то украинцы были бы уже под Москвой. А еще он заявил, что русские сами навязали чеченцам Дудаева и Басаева. И сами виноваты в чеченских войнах, потому что создали в Чечне хаос и вынудили чеченца воевать. Знает ли Апти Аронович Лудинов о том, что немало тех, кто столкнул в баме русских и чеченцев, в первую чеченскую до сих пор у власти и при деньгах? Ну ладно. Садились в Чечне, ставились в печати, улетали по России нигде не раз. Ну пиратская ретартуга. Советская ретартуга. Теперь вопрос. Это нужно было чеченцам? Нет. Нет. Чеченцы торговали оружием? Нет. Чеченцы торговали оружием, которое осталось частей бывшего Советского Союза? Нет. Тогда встает вопрос. Да кто же это делал? Кто же это плохие люди эти? Вот чеченцы, которые вот это все сделали. Вы получается отправляете нам Джохара Дудаева, вы нам навязываете его власть, вы создаете в Чечне эту черную дыру, вы создаете в Чечне эту всю суматоху хаос, а в конечном итоге видишь ли чеченцы виноваты? Нет. До сих пор же бытует мнение, что чеченцы плохие, они воевали против России. Подождите. Вы сами искусственно сделали так, чтобы там была война. Вы сами навязали эту войну чеченцам, а потом еще сделали чеченцам виноватыми. А еще задблогер Максим Калашников задал вопрос Аптия Аладдинову по поводу поведения Адама Кадырова. Почему же ему можно так открыто нарушать законы России? В ответ на это Аладдинов заявил, что Адам Кадыров просто очень большой патриот и призвал следить не за ним, а за детьми других российских чиновников. Ну вот, очень много, конечно, вопросов по Адаму Кадырову, тоже команду Клочкова, что Кейроныч не прав, когда, вот как же он может заявлять, что чеченцевая вторая сорт, если так, в общем-то, позволено нарушать законы. Ну, например, там вот Журавей, конечно, не симпатичен всем, но избивать вроде как последственного или тогда уже осужденного, по-моему, все-таки нельзя. По поводу того, наступили ли какие-то юридические последствия или нет, опять я говорю, вопрос не ко мне, но на самом деле, опять же, я задаю вопрос любому, кто хочет, все время, вот, я вижу в интернете вот эти вопросы, Адам Кадыров то, Адам Кадыров это, Адам Кадыров то, Адам Кадыров это, а можно встречный вопрос? Я вот сейчас встречный вопрос задам, я думаю, что я этим вопросом поставлю все точки на «ты». Я сперва на него отвечу, а потом по поводу Валдгарис тоже. Значит, смотрите, у нас в стране есть огромное количество руководителей, очень высоких уровней, дети, внуки, которых находятся за границей. Они являются гражданами других государств и не собираются жить в России и приезжать сюда. Ну да. Вот те люди, которые дети, внуки, которых находятся, семьи которых находятся за границей, на кого они будут работать и на кого будет работать этот Адам Кадыров? Разница. Поэтому, когда вот задаются все время одни и те же вопросы, первое, во-первых, кто я такой, чтобы отвечать за Адама Кадырова, это раз. Второе, посмотрите хорошо вокруг, посмотрите и ответьте сами себе. Тогда понятно, что тогда, если вы спрашиваете о Вадаме Кадырова, то надо ли нам ставить вопрос друг к другим? Нет, подождите. Вы должны в этом списке, который вы должны поставить рядом, вы потеряетесь вообще. И ваш вопрос насчет Адама Кадырова, он уйдет в небытие. Ну, после этого принципиальный зэдблогер Калашников покорно утерся и перешел к другим вопросам, как обычно бывает у зэдпатриотов. Тем временем жители оккупированного украинского города Мелитополь, который российская армия оккупировала еще в 2022 году, записали обращение к Путину, в котором рассказали, что после прихода России у них отобрали квартиры в новостройке и теперь заселяют туда семьи оккупантов. Уважаемый Владимир Владимирович, мы простые граждане, участники долевого строительства многоквартирного дома по адресу Запорожская область, город Мелитополь, улица Беляева, дом 70. Мы полностью оплатили наши квартиры по договорам долевого строительства до февраля 2022 года. Застройщик покинул территорию Запорожской области и дом перешел в собственность правительства Запорожской области в декабре 2023 года. Мы неоднократно обращались с октября 2023 года в исполнительные органы Запорожской области с просьбой решить наш вопрос и разработать порядок передачи нам жилья. Мы получили отказ и указание идти в суд, что в нашем понимании вызывает недоумение доказывать то, что и так наше. Многие из нас вынуждены снимать жилье. Нас не допускали в наше жилье с готовым ремонтом до момента обращения во все силовые структуры. Мы пришли в квартиры и увидели, что в них уже делают ремонты и исчезли материальные ценности, нами оплаченные. Мы долго надеялись на помощь должностных лиц, но нам сказали сдать ключи от квартир, что квартиры собственность Запорожской области и в декабре 2024 года дом будет сдан в эксплуатацию. А наши квартиры распределены как социальное жилье и это несправедливо. Местные средства массовой информации распространили ложную информацию и сообщили, что дом строится с мая 2024 года. И на него выделены целевые бюджетные средства, но он был готов к вводу в эксплуатацию в феврале 2022 года, что подтверждается документами, фото и видеоматериалами. Мы неоднократно просили должностных лиц решить наш вопрос без суда, но не были услышаны. В настоящее время мы подали иск в суд, где ответчиками являются исполнительные органы власти Запорожской области, и это будет длительный процесс. Уже год в суде не решен вопрос по одной из квартир. Мы два года могли бы жить в своем жилье. Обращаемся к вам за помощью для принятия мер реагирования с целью получения нами прав собственности на жилье. Мы простые граждане России и с первых дней слов вносим свой вклад в создание мирной жизни в Запорожской области. Наши семьи произвольно лишили жилья в год семьи. Владимир Владимирович, мы простые граждане и просим вашей помощи. А кто вообще мог подумать, что будет как-то иначе? Да ради этого российские власти все и затевали. Банально ограбить соседнюю страну. А деноцификация и прочий бред это лишь предлог для этого. Это лишние люди, социальный балласт для России. В сети появилась аудиозапись разговора депутата российской Госдумы Александра Бородая, который вместе с Гиркиным создавал так называемый ДНР. И вот эта аудиозапись разговора в другой стране вызвала бы уже грандиозный скандал. Но в России старательно замалчивается и игнорируется. Городом по второму слову. На самом деле они выставляются на ЛПС в качестве оборонительных сил всяких прочих. Силы, которые сидят в форме. Их задача на самом деле пока где-то в том готовится направление к главному. Максимально оттягивать на себя внимание и максимально изматривать живую силу противника. Просто изматривать. Это просто живая сила, которая идет в расходе. Надо этим думать не только у генерала, но и те, которые сидят в других кабинетах, где гражданские бюджетники. Они смотрят просто на социальный состав. А это кто? А кто у них? Сейчас бы там будет, ну по сути дела у вангских. А здесь они имеют 220, 250, 260 и так далее. То есть деньги, которые никогда в жизни определяют, есть огромный плюс. За это их уходят, то есть это люди, которые с социальной точки зрения, как кажется, люди в бюджетах, не представляют большие ценности. Потому что и возрастной ценности у них достаточно высокий. Потому что еще они старые, просто. То есть это неэкспринтная часть населения. И, блин, социальный умник не предусматривает то, что кто-то из них станет академией. Ни один крупный ЗЭТ-канал эту запись не публиковал, понимая, какая это информационная бомба. А между тем, это и есть реальное отношение российских властей к своему населению. Максимально циничное, людоедское и бесчеловечное. Самая главная тайна, оберегаемая госпропагандой, состоит в том, что власти РФ ненавидят людей в принципе. Не только украинцев, как хотелось бы ЗЭТ-патриотам, а всех без разбора, включая и самих ЗЭТ-ников. Тем временем жители российского Саратова записали обращение к властям. Они рассказали, что живут в ветхом доме, который вот-вот рухнет. Отопления в нем нет, и зимой жильцы рискуют просто замерзнуть. Многократно просили помощи у чиновников, но те не реагируют. Уважаемый Александр Иванович, к вам обращаются жители дома по адресу город Саратов, улица дома 8 марта, дом 4. Мы больше не можем жить в таких условиях и просим вас о помощи, потому что своими силами уже не справляемся. Наш дом был построен в 1933 году. Он признан объектом культурного наследия местного муниципального значения. Но сегодня он представляет собой аварийное строение, непригодное для проживания, несет своим жителям и прохожим угрозу жизни и здоровью. Итак, проблемы, которые требуют немедленного вмешательства. Аварийное состояние дома и коммуникаций. Дом без подвала, он на ленточном фундаменте. Срок службы такого фундамента примерно 50 с небольшим лет, а дом 91. Поэтому по всему фасаду глубокие трещины, кирпичи вываливаются, а с крыши зияют дыры. Дом разрушается буквально на глазах, проходить по тротуару во дворе очень опасно. Стены отслаиваются, а по дороге не пройдешь, потому что постоянно текут старые трубы. Дом пережил несколько пожаров. После последнего в 2013 году меняли крышу только над двумя подъездами. И ее не заменили. Не хватило, как обычно, денег, материалов и совести у подрядчиков. Теперь при хорошей погоде можно наблюдать прямо из квартир звезды. Ну а плохой собирать в тазике дождевую воду и штукатурку. В прошлом году наш квартирный дом остался без газа почти на три месяца. Нас заставили за свои деньги восстанавливать вентоканалы и прочищать их, устанавливать какие-то вентили. Собирали около 400 тысяч. Износ труб отопления составляет 99%. И дом может не пережить эту зиму. Все системы жизнеобеспечения, канализация, холодное водослабжение, тропроводка находятся в запредельно аварийном состоянии. Проведение капитального ремонта постоянно откладывается. По плану фонда капитального ремонта крыша дома должна была быть отремонтирована в 2020 году, а коммуникация в 2022 году. Однако до сих пор работы не выполнены. Степень износа дома специально занижается. В 2006 году брали техпаспорт на квартиры БТИ. Было 50%. В 2019 году опять те же 50%. После препирательств и звонков непонятно кому и куда исправили на 64%. Но в этом году после проведенной весной экспертизы опять те же 50%. Экспертные организации отказываются делать экспертизу, как только им называешь адрес. Потому что в 2010 году дом стал памятником культурного наследия местного, муниципального значения. Сделали это, чтобы нам было тяжелее признать дом аварийным. Дом с коммунальными квартирами, деревянными перекрытиями, без ванн и душа, без горячей воды. Для инвалидов вообще катастрофа. Небольшие порожки разделяют квартиры и коридоры. Инвалидной коляской не воспользуешься. Да и деток не искупаешь лишний раз. На маленьких кухоньках по 3, 4, 5 и даже 6 семей. Где и как постирать белье, изготовить? А ведь в статье 7 Конституции Российской Федерации говорится Российская Федерация – социальное государство. Политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Или это не для всех? В доме живут стираны труда, родители солдат СССР, инвалиды и дети. Эти люди выживают просто в нечеловеческих условиях. Плесень и копоть в подъездах, сырость и холодь в квартирах. Старики буквально еле-еле встают с постели утром из-за холода. С 10 октября 1924 года в Саратове начался отопительный север. Однако и сегодня, 27 октября, наш дом остается без отопления. Обращение в управляющую компанию «Гумеранг», администрацию Октябрьского района и прокуратуру не дали никаких результатов. Зимой температура в квартирах крайне низкая, что вынуждает жителей отапливать квартиры электроприборами, перегружая электросети, создавая риск нового пожара. Управляющая компания ничего не делает для дома. Нам говорят, жалуйтесь куда хотите. Наши обращения остаются без ответов. Наши требования. Мы просим признать дом аварийным и начать срочные меры по нашему его спасению. Наши обращения в управляющую компанию, в администрацию Октябрьского района города Саратов, прокуратуру не дали никаких результатов. Нас игнорируют. В местных СМИ сюжеты о нашем доме не всегда показывают. Мы считаем, что наложен за предки, потому что дом в таком состоянии – это позор. Мы хотим узнать, куда делись деньги, которые мы годами платим в фонд капитального ремонта. Ведь капитального ремонта в доме не было ни разу. Если дом рухнет, кто ответит за жизнь людей? Просим вас, Александр Иванович, разобраться в данной ситуации. Мы больше не можем жить в таких условиях. Если дом представляет хоть какую-то архитектурную ценность, то пусть он станет памятником, но не за счет жизни и здоровья его жителей. Если своих не бросают, это не просто лозунг, то помогите нам, потому что мы свои. С уважением, жители дома, расположенного по адресу город Саратов, улица Дома, 8 марта, дом 4. Спасибо. На фоне этого российская пропаганда пестрит картинками восстановления оккупированного и разрушенного имя же Мариуполя и прочими ремонтными работами на захваченных территориях, что выглядит, ну, совершенно издевательством. Опять нет денег на своих, но есть триллионы на войну, бомбежки и распил. И оказывается, на России дефицит кадров не потому, что эти так называемые кадры едут на войну против Украины или умирают на гражданке от нищей жизни, а потому что экономика развивается. А что звучит логично. Потому что экономика развивается. Экономика развивается, производство, потребность есть, поэтому кадров не хватает. И особенно технических кадров не хватает. Технических, физических, кто работает, то есть рабочих профессий не хватает. Поэтому сейчас образование идет именно в направлении колледжей, потому что нужны уже специалисты, так скажем, в школьном, ну, в старших классах. Ну и посмотрите, сейчас на самом деле рост заработных плат идет повсеместно. Вот, поэтому, да, тенденция хорошая, экономика развивается. И вот, многие жители Курской области наверняка вместе с пропагандистами смеялись над историями пророссийских военных, ворующих стиралки. И повторяли, что это ж все фейки, пока российские солдаты не перешли в Курскую область и не начали грабить ее. Ведь если добро не забрать, его же возьмут солдаты НАТО. Мороженое уехало вместе с холодильником. кофемашины... кофемашину... 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 Ущерб Курской области от войны, которую развязала Россия, составил уже около 120 миллиардов деревянных. Из-за этого в Курске уже урезают местный бюджет на 200 миллионов. Эти деньги ранее собирались направить на благоустройство и ремонт дорог. Губернатор Курской области Смиров предложил часть денег, выделяемых городскому бюджету для содержания дорог, перенаправить для поддержки приграничного. Да, приграничного нужна помощь, но, ребята, вы хотите город с плохими дорогами оставить вообще без дорог, без их содержания? Смешно. Научитесь выбивать бабки из федерального бюджета. Проблема безопасности региона – это проблема федерального центра. Пускай они этим и занимаются. Не надо доить город и лишать содержания дорог, клумб и так далее. Город и так весь в разруху. Поднимите свои попы, съездите в Москву, выбейте. Теперь место благоустройства – война, бессмысленной смерти и разруха. Вот это конкретный результат политики российского диктатора Путина. Классная такая многоходовочка получилась. И вот со следующего года в Новосибирске начнут взымать туристический сбор. Минимальная ставка составит не менее 100 рублей в сутки. Я полностью поддерживаю инициативу депутатов Новосибирского госсовета, потому что смотреть вот эту красоту бесплатно. Голубей вот этих вот колодцев, люки, ямы. Всюду эту ловить. Бесплатно совершенно нельзя разрешать. Смотрите, у нас здесь и такие дома. И серая панелька, и белая панелька. Что здесь еще? И ветки, смотрите, лежат вот так уложены. Здесь листья, здесь покрасили. Ну это... Я бы еще... Вообще... Я бы еще визу сделал сюда, чтобы никого не пуст... Надеемся, что у местного правительства хватит ума запретить въезд Байдену и Обаме. Все, как они любят. Сами россияне уверенным шагом идут к гражданской войне. Вот, послушайте депутата с Дагестана. То, что сделали владимирские чиновники, это, конечно, глупость чистейшая. Да, я назвал, что это... Для того, чтобы понять, что такое... Определите понятие... С точки зрения древнегреческого определения. И вы поймете, что имел в виду депутат Ханзаев. Если вам для этого нужны поисковики, идите и действуйте. А не играйте в режим обиженок, да, который, значит, потом вдруг, ой-ой, нас там обидели. Я сказал свое конкретное мнение. Что касается, значит, отдельных швинистских групп. А вас я вообще презираю. Те, кто сегодня говорят с точки зрения национализма, просто услышьте меня. Я вас презираю. Я бы порядок навел моментально. Потому что таких нацистов везде хворки. Зачем Министерство образования Владимирской области лезет в провокационные предложения? Я не могу, честно говоря, ответить на этот вопрос. Что там? Вопрос с отношением, значит, религиозного платка так принципиально стоит? Нет. Что там? Такая статистика, значит, те, кто в школу ходит. А что это за прецедент, который противоречит полностью Конституции Российской Федерации? Что касается, значит, религиозных платок. Слава Богу, что в Дагестане с мозгами все нормально. Мы никому не запрещаем ни крестики, ни пейсов, ни что-либо другое. Мы к этому подходим уважительно и принципиально. Это наша культура, в общем, в целом. Так же, как и в других, я имею в виду, субъектов Северно-Кавказского федерального оборота. Здесь такие, значит, Владимирская область, значит, впереди планеты всей бежит со своей глупой инициативой. Почему вы не должны свое мнение играть по этому поводу? Влияйте, работайте со своими подчиненными. Мы, или глава региона, кто он такой вообще? Почему он должен запрещать? То, что родители, ребенка, значит, в тяжелом, современном, агрессивном мире. Здесь у вас, значит, хобби-хорсеры, квадрогеры, прочее, это все баламут. Ребенка, значит, воспитывают в религиозном, правильном состоянии, отправляют в школу, а вы говорите, нет, это все не важно, снимай, уходи, значит. Вот вылез и Дмитрий Медведев. Тот заявляет, что россияне устали от примеров безобразного поведения некоторых мигрантов. И этому нужно положить конец. Вопрос совершенствования миграционной политики он назвал крайне актуальным и весьма чувствительным. Люди устали от примеров безобразного поведения отдельных представителей мигрантских кругов, отдельных представителей мигрантов. Этому нужно положить конец. Сегодня мы обсудим дальнейшую совместную работу по совершенствованию государственной миграционной политики. Вопрос сам по себе абсолютно актуальный, крайне актуальный и весьма чувствительный, которому уделяют внимание почти все в нашей стране. И президент, естественно, уделяет этому вопросу самое пристальное внимание. Эта политика действительно должна отвечать интересам граждан нашей страны, а не каких-то чужих государств, не каких-то иностранных государств или групп государств. Сколь бы важны они для нас ни были. Нужно сформировать все условия для того, чтобы в нашу страну приезжали соотечественники, специалисты высокого класса, мы действительно в этом заинтересованы. Люди, которые разделяют традиционные российские ценности, при этом работники с низкой квалификацией, так называемой, должны приезжать сюда к нам только на период своей трудовой деятельности. Поэтому это предопределяет, прежде всего, необходимость использования соответствующих срочных договоров, патентов, оргнабора и некоторых других инструментов, которые существуют в нашем законодательстве. Необходимо полностью исключить присутствие нежелательных лиц на территории нашей страны, тех, кто представляет угрозу безопасности Российской Федерации. Это особенно важно в период специальной военной операции. Особого внимания требует вопрос пребывания в нашей стране семей мигрантов. Это нужно помнить твердо всем. Более того, если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, вот такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну. Кроме того, существует ситуация, которая достаточно часто обсуждается по местам социальной функции. Это школы, другие учебные заведения. Когда туда попадают дети, фактически не знающие русского языка, от этого страдает общий уровень образования. Это тоже всем известно, и с этим пора заканчивать. Среди наших приоритетов аудит и совершенствование информационных систем. Без этого невозможно создать цифровой профиль мигранта, который позволит идентифицировать иностранных граждан на всей территории нашей страны. Это пора уже сделать. Несмотря на масштабы страны, несмотря на затратность этой темы, несмотря на необходимость использовать самые передовые технологии, но это пора сделать. А еще россияне продолжают ныть, что система ЖКХ дышит на ладан. Из-за чего с приходом зимы и отопительного сезона у них начался массовый прорыв. Друзья, очередная беда у нас, очередная авария на теплотрассе около Балтийской 23. Вот сейчас инсектор, порыв, большая глубокая яма. Работники БУП «Энергия» работают на устранении. Вот то, что они заставляют вас подписывать, вот эти вот леварку подготовки к зиме, они же к вам принесут, придут акт готовности муниципалитета подписываться перед уроками и отзором. Вот они вас так подставляют. Вот как раз, Аркадий, покажи следующий слайд. Котельная номер 4, улица Гагарина, 42Б. Поставляет тепловую энергию на 44МКД. Население 11698. Шесть социальных объектов. Котельная уже вышла с профилактики и подготовки к зиме. Вместе с тем до сих пор неисправно. Один сетевой насос, материалов для ремонта нет. Один бак химводоподготовки в нерабочем состоянии. Котел номер 4, в нерабочем состоянии, материалы отсутствуют, рабочих нет. Сотрудник ТСО Зеленина отказалась от подписи в акте. То же самое необходимо срочно предоставить графике проведения работы. Котельная большая, большое количество МКД и соцобъектов. Есть риски в зимний период по ее остановке. В Калмыкии ситуация еще хуже. Там люди неделями сидят, без света, без воды и без отопления. В городе сегодня опять проверяли сирену. Я хочу каждому из вас задать вопрос. А вы знаете, что будете делать на случай военных действий и бомбежек? Куда пойдете? Что с собой брать? Соедините с родственниками. Вы знаете, что есть уже карта городов, которые планируются бомбить. Ее показывают в администрациях в каких-то закрытых разговорах. Что будет дальше? Нас спасать никто не будет. Я думаю, максимум, что это объявит эвакуацию в неизвестном направлении, на неизвестное время. Причем эвакуация детей планируется отдельно от родителей. Поэтому каждому комитету спасения нужно просто выработать план действий. Как договориться с детьми? Где встречаться точки сбора? Пути отхода? Какие-то деревенские дома подыскать? Сделать запасы продуктов? Собрать тревожные чемоданчики? И причем каждому члену семьи нужен рюкзачок, рюкзак? Минимальный запас продуктов на первое время – это сменное белье, теплая одежда, лекарства, зажигалки, фонарики, батарейки, ножи и прочее. Вот сейчас популярна фраза «что я могу сделать?». Но когда ее говорят тысячи людей, можно сделать только один, что это массовый гипноз. Именно мы можем сделать. Быть овощем, либо строить свою жизнь самим. Каждый, наверное, понимает, что цивилизация наша зашла в тупик во всех сферах жизни. Но, видимо, россиян это устраивают, так как они продолжают поддерживать путинский режим. И то, что ежедневно миллиарды тратятся не на улучшение их благосостояния, а на убийство украинцев и разрушение их домов. А жителям села в Челябинской области приходится ходить по камням через реку, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта. Старый мост смыло, а про новый, кажется, забыли. Кроме того, жители почти остались и без дороги к цивилизации. Вместо двух километров приходится ездить 15 в объезд. «Почему машины мы должны бить и ездить, когда тут до города 2 километра, а мы должны 15 приезжать?» «Ничего не чистят. В том году мы сами этот пешеходный мост опять же чистили. Что-то дальше ничего чиститься не будет. Тем более в объезд они сюда к нам не будут ездить. Как же вообще будем ходить и выбираться сюда, неизвестно». «Я писала обращение через госуслуги администрации, вот был ответ. И сейчас подала уже обращение в прокуратуру, потому что ответ администрации меня не устроил. В обращении к администрации я просила хотя бы выделить тогда школьный автобус детям. Они вообще проигнорировали, то есть вообще даже не ответили на это никак. И я уже пошла в прокуратуру, как бы написала там, хотя бы вот в плане школьного автобуса. «Мы страдаем из-за этих каких-то 200 метров. Это вообще глупость какая-то. Для муниципалитета это глупость. 200 метров и 8 километров». Друзья, на этом все обязательно. Напишите свой комментарий, для меня это очень важно. И до следующего выпуска. Продолжение следует...